В этом году участок дороги в районе детской музыкальной школы и Богоявленской церкви начал ремонтироваться. Мы видим, как бегут к музею дети, и тут же работает техника, и никаких ограждений. Ни лент, ни бетонных конструкций, ни металлических заборов. Одним словом, ничего не предупреждает жителей, что здесь ходить опасно. По словам рабочих, ограждение здесь было изначально, а несколько дней его нет, потому что ленты люди срывают, а бетонные плиты просто отодвигают. Судя по контракту между заказчиком и исполнителем, четко понятно, что ответственность за безопасность на участке несет та организация, которая и занимается строительством или ремонтом. Именно они должны устанавливать предупреждающие знаки. Вот там закрыли, взяли, открыли. Вот там, дороги. Плитку поставили, толкнули и ходили. Несколько дней мы пытались связаться с заказчиком этих работ, директором управления капитального строительства или хотя бы его заместителем, но ни того, ни другого в течение рабочего дня не было на месте. Директор подрядной организации, название которой рабочие держали в строжайшей тайне, обещал приехать на место и обо всем рассказать. Но из-за неотложных дел встреча сорвалась. Зато усилился эффект. Прямо на наших глазах рабочие начали развешивать предупреждающие ленты. Вот эту предупреждающую ленту повешали здесь буквально несколько минут назад. Но, как видно, с порывами ветра она не справляется. Не реагируют на нее ни проезжающие мимо автомобили, ни мимо идущие люди. Мы решили издалека понаблюдать, как люди реагируют на преграду в виде ленты. Удивительно, но к ограждению никто не отнесся серьезно. Все равно идете, почему? Все равно идете? А знаете, что нельзя? Знаем. Здесь техника работает. Не боитесь? Да, мы обойдем. Обойдете? Да. Наш небольшой эксперимент показал, что не все любят соблюдать правила и зачастую нарушают тот или иной запрет. Таким образом, возникает вопрос, есть ли смысл в этих знаках, если те, чью жизнь она оберегает, предпочитают не обращать на них внимания. Илона Измайлова, Сергей Зебзеев, телекомпания Соль-ТВ.